Золотой век империи. Так называют времена правления Екатерины II. 262 года назад императрица взошла на престол. Это было 9 июля 1762 года. Под ее руководством появляется Черноморский флот. Присоединили часть Речи Посполитой, Новороссию и Крым. В состав России входят и территории современного Приднестровья. Год 1762. 9 июля по новому стилю. В Российской империи государственный переворот. На престол вступила Екатерина II. Одна из самых ярких правительниц за всю историю России. Это, конечно, удивительная женщина в том плане, что уроженка Германии настолько прониклась вот таким великорусским ощущением того, что народ, живущий здесь, имеющий такую сложную, непростую, но такую богатую историю, он должен быть защищен. В 1763 году Екатерина II издала манифест о позволении иностранцам селиться в России. Результат. Болгары возродили парканы, немцы и поляки поднимали Каменский район, армяне построили Григориополь, Слободзея стала казачьей станицей, а Тирасполь – центром притяжения для людей самых разных культур и традиций. Много лет Россия пыталась освободить эту территорию от турецкого влияния, от турецкого владычества. Эта территория была очень долго слабо заселена. И наша территория между Южным Бугом и Дестром на карте обозначила Дикое поле. Здесь действительно жили люди, которые могли рассчитывать на защиту только сами, на себя. И было несколько попыток освободить эту территорию от турецкого влияния. Здесь Турция официально не была владельцем этой территории, но едицанские татары, они, что называется, были верными ее союзниками и делали все, что нужно было Турции. После победы в войне с Турцией в 1791 году Россия получила территории между Южным Бугом и Днестром. Новые земли нужно было укреплять. На границе строили крепости. Так на левом берегу Днестра закладывают срединную крепость. Для того, чтобы здесь, на левом берегу, основать крепость, был послан человек, имя которого много значило для Турции. И когда сюда был отправлен Суворов, чтобы здесь основать крепость, противоположную Бендерской крепости, сама его фамилия очень много значила для Турции. Это был такой, так сказать, международный намек, что Россия здесь серьезная. Вокруг крепости вырос город Тирасполь. Уже в 1799-м было больше 4000 жителей. Окончательное свое название Тирасполь получил в рамках так называемого греческого проекта Екатерины. Тирас – это название реки Днестр, а полис – это город. То есть Тирасполь в переводе – город на Днестре. Еще один приднестровский город, который учредили в Екатерининскую эпоху – Григориополь. Здесь нашли приют армяне-переселенцы. И возникли проблемы у очень многих людей, в частности у тех христиан, которые во время этой достаточно продолжительности войны помогали России. Это же тоже православные, это же христиане. И возникло много проблем, понимая, что если они там останутся, то их просто уничтожат. И поэтому жители Измаила, Бендер, Каушан попросили у России помощи. И Екатерина приняла решение разрешить им переселиться и дать возможность определиться на этой новой территории. И таким образом Потемкин в этом участвовал. Так армяне переселились с турецких территорий. Сначала переехали всего 200 семей. А уже через пару лет армян в городе было больше 8 тысяч. Известно, что Григорий Потемкин определил место для будущего города. Есть версия, что Григориополь назвали в его честь, но это лишь теория. Главой армянской церкви на тот момент был Григорий. И это в его честь этот город был назван. Но это был не просто город, а армянская колония, которая имела ряд преимуществ. И армяне по привычке, зная языки турецкие и так далее, много лет торговали. В Григориополе есть бюст Екатерины II, в Тирасполе парк имени императрицы и памятник напротив Суворова.